Дебальцевский котел Зенитная батарея ЛНР прицельно бьет по соединениям украинских военных, которые основательно закрепились на шахтах близ Дебальцева. Атаковать в лоб бессмысленно, потому что несколько дней ведется артподготовка. Батарея работает в поле не больше получаса, делает несколько залпов, потом меняет позицию. Ответным огнем может накрыть в любую минуту. Вот это дерево спасло человека, потому что град срубил дерево, прошел вот оно, траншея. Парень стоял вот здесь. Его откинуло на несколько метров. И видимо он родился не в рубашке, а в бронежилете. Передавая ополченцев, неглубокие окопы, несколько автоматчиков, снайпер, позывной дед. Несмотря на возраст, стреляет он метко. Мы находимся на позициях ополченцев, которые замыкают так называемый котел вокруг Дебальцева. А в хорошую погоду вот в этот бинокль можно увидеть и сам населенный пункт, и позиции вооруженных сил Украины. Всего в километре отсюда по этой дороге находится блокпост украинских силовиков, который тоже сейчас находится в окружении. Угодившие в капкан военные на прорыв не решаются, огрызаются несколько раз в сутки пулеметными очередями. Так долбануло. Уже четвертый месяц мы держим оборону. Вот стрелковая автоматическая начала работать. Поселок Зоринск ночью обстреляли из ураганов. Разрушенный прямым попаданием дом еще дымится. После артналета в поселке оплакивают убитых. Соседний поселок Центральный. Силовики последние дни старательно сравнивают с землей. Огромная воронка рядом с местной школой. В здании ни одного целого окна. Ночью был обстрел. Снаряды пробили крышу в этой двухэтажке. Раненых и убитых нет. Но только благодаря тому, что люди уже несколько месяцев живут не в квартирах, а под ними. В подвале сырость и холод. Единственный источник и света, и тепла – парафиновая свечка. Домой не ходим. Вот уже 5 месяцев, 14, как здесь мы сидим. Я, например, самая крайняя, с того края хутора, мне очень далеко бегать. В валенках и ноги замерзлись. А у меня перина. И спим так. И счет укутываясь платками, тряпками всякими. В детскую войну пережила. И сейчас, перед смертью, надо пережить такое. В подвале 25 коек. Сейчас уже заняты не все. Многие уехали. Остались лишь те, кому ехать некуда. Кому я нужна? Мой дом тут, и я тут буду умирать. Мой дом, земля моя, Александровка. Из прифронтовых деревень ополченцы продолжают эвакуировать местное население. 20 человек на обочине дороги ждут автобуса. Им удалось вырваться из Чернухина. Там вообще страшно. Дома все горят. Будем начинать жить по-новому. Назад уже пути нет. Уже ни домой, ничего не осталось у нас. Автобус с беженцами отбыл только что. Поэтому придется какое-то время ждать. Зато дальше дорога безопасна. Из Перевальска, где автобус делает остановку, открывается несколько возможных путей. В Луганск, Донецк или Россию. Территории подконтрольной Украине для этих людей закрыты. Евгений Решетнев, Азат Атагонов, Руслан Абабик.